13 испытаний на пути к званию настоящего героя. В Иванове на базе поисково-спасательного отряда торжественно открыли экспериментальную тренировочную площадку. На ней теперь будут проводить практические занятия, отбирать кандидатов в сотрудники службы. Каждый спасатель должен уметь работать с гидравлическим оборудованием, ориентироваться в завалах и передвигаться в условиях затрудненной проходимости. Отточить все эти навыки теперь можно здесь. На территории Ивановской области, по крайней мере, вот такой эстакады, как у нас есть, многофункциональный, еще нигде нет. Ее можно использовать как скалодром, как проведение каких-то различных стреп-тестов и так далее. Сегодня только показательные выступления. С ними спасатели справляются легко. На деле тренировочная площадка может покориться опытным сотрудникам. За каждым тренажером жизненная история. Все основаны на реальных событиях. На Минской улице, когда был взрыв газа, были конструкции, ну не плита, да, были части плит монолитные, там перекрытия. То есть они были закреплены как бы одним концом, хвостом. Хвостовики, так называемые гидравликой, их работали, отрезали бензорезами. И если вы помните, как раз там, когда убирали, нашли еще двух живых под конец. То есть вот это как раз типичный случай. Эстакада с шаткой площадкой, так называемая пьяная плита, колодец, имитация обрушения жилого дома. Создатели продумали каждое испытание до мельчайших подробностей. В первую очередь здесь идет правильность прохождения комплекса. Во вторую очередь это время. Потому что от правильности и от времени зависит быстрота спасения человека в экстремальных ситуациях. Обязательное условие верного прохождения трассы, аккуратное и бережное отношение к статисту и соблюдение правил собственной безопасности. Чтобы спасти других, самому сотруднику ничего не должно угрожать. Пустой экспериментальная тренировочная площадка не останется. Ежегодно подтверждать квалификацию на ней будет до 500 человек. Мария Измирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.